Фонд Госрезерва одобрил еще 14 заявок на льготные кредиты. 9 агрофирм взяли деньги на мелиорацию. Общая сумма кредитов – 4 миллиона евро. Государство берет на себя погашение большей части процентной ставки. Преобладающее большинство у нас сегодня было именно на мелиорацию. Кредитные ресурсы по данным заявкам будут направлены на приобретение растительных систем, оборудование необходимого, комплектующих, а также на ремонт либо строительство магистральных водопроводов. Два кредита сегодня одобрено для малого бизнеса. Еще три предприятия взяли на пополнение оборотных средств. Правительство сегодня решили, на льготные кредиты не смогут претендовать фирмы и хозяйства, которые имеют прибыль, но не вкладывают ее в развитие. На развитие просят льготные кредиты, а прибыль выводят или выплачивают в виде дивидендов для своих акционеров и сотрудников. Изнимая таким образом дивиденды, предприниматель создает дефицит инвестиционных ресурсов и затем обращается в фонд госрезерва с просьбой просубсидировать процентную ставку по кредиту. То есть, с одной стороны, создается дефицит инвестиционного ресурса собственноручно, с другой стороны, предприниматель просит за государственный счет частично этот дефицит восполнить, что, в принципе, нелогично и, наверное, неправильно. Льготные кредиты рассчитаны на привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Они должны стимулировать вкладывать в развитие производства и собственные средства. Это не программа для кредитования собственников предприятия, отметил Александр Мартынов. В фонде госрезерва теперь применяют новый подход при выдаче льготных кредитов. Сумму кредита будут уменьшать на сумму выведенных дивидендов. Мы провели анализ по всем поступившим заявкам. И по некоторым из них была проведена работа совместная с заявщиками, в результате которой сумма запрашиваемого кредита была скорректирована. То есть, сумма была уменьшена на ту величину полученных дивидендов в 2020 году. По данным Минэкономразвития, за два с половиной года льготные кредиты получили 70 предприятий и организаций. Агрофирмы, производственники, строительные компании из общей суммы 26 миллионов евро большая часть денег выдана аграриям. Благодаря кредитам они увеличили пассивные площади и нарастили объем производства. Промышленные предприятия модернизировали производство и увеличили выпуск продукции.